Что такое детский телефон доверия? Это единый общероссийский номер телефона, на который со своими проблемами могут позвонить дети, их родители или любые люди, которых волнует судьба конкретного ребенка. Но я должна сказать, что на территории Вологодской области в этом году уже пятый год действует такой телефон. Инициатором стали фонд поддержки детей, находящийся в трудной жизненной ситуации, это федеральный фонд, и правительство Вологодской области. Между ними заключено соглашение, в соответствии с которым федеральный фонд поддержки детей в трудной жизненной ситуации предоставляет трафик и осуществляет обучение консультантов детского телефона доверия. И осуществляет обслуживание вот этого единого номера для всей России. А вот в Вологодской области на сегодня работают четыре учреждения, в котором выделено отдельное помещение, оборудование и самое главное консультанты, психологи, которые отвечают на звонки. Очень важно отметить, что телефон этот круглосуточный, бесплатный и анонимный. Звонки принимаются все. Но для кого эти звонки? Я уже говорила, в первую очередь, конечно, звонят дети. 50% обратившихся – это дети. Далее 13% – это родители с различными проблемами детскими. И далее это граждане, которых волнует какая-то конкретная ситуация, связанная с детьми. Ежегодно проводится анализ. Вот сейчас мы провели анализ за 2015 год. На единый телефон доверия детский поступило более 8000 звонков в течение 2015 года. Мы наблюдаем, что каждый год примерно такое количество звонков получают наши операторы. Наверное, здесь еще важно сказать, какие дальнейшие действия. Но в первую очередь – это анализ. Вот мы, например, знаем, что в период экзаменов значительно повышается число детей, у которых повышается тревожность именно связанная с учебным процессом. И здесь уже специалисты, которые работают на телефоне доверия, они по тем звонкам, которые звучат, в общем-то, могут составить свои рекомендации. И они потом выливаются в конкретные решения, в том числе на муниципальном, на областном уровне. Есть случаи, когда звонят по конкретным ситуациям, жестокого обращения с детьми, например. И если обратившийся согласен сообщить адрес конкретный, конечно, сразу же здесь вступает мера экстренного реагирования всех ведомств. И, конечно, все службы пытаются помочь в этой ситуации. Но сразу скажу, что большая часть звонков анонимная. Причем, я думаю, что все звонки важны. Если ребенка что-то тревожит, то, конечно, ему нужен квалифицированный разговор с психологом. И это как раз обеспечивает детский телефон доверия. Но еще хотелось бы отметить, что на сегодня во всех учреждениях, где круглосуточно проживают дети, большей частью это дети-сироты, есть абсолютно свободный доступ детей к телефонному аппарату. То есть они могут позвонить без разрешения взрослых, без разрешения воспитателей, преподавателей. То есть они могут обратиться со своими проблемами, что тоже очень важно. И мы в области придаем очень большое значение информированию родителей, информированию учащихся детей о том, что есть такой телефон. Ежегодно мы проводим конкурсы. Например, в прошлом году это был конкурс слоганов о детском телефоне доверия. В нем очень широко участвуют сами дети. Вот в таком конкурсе. И в этом году у нас будет конкурс баннеров, проектов баннеров. И по результатам вот этого конкурса, я думаю, что дальше рекламная кампания вот этого детского телефона доверия будет уже продолжена. Чаще всего обращаются дети по поводу проблем взаимоотношений со сверстниками, по поводу взаимоотношений со своими друзьями, по поводу взаимоотношений с одноклассниками, с ребятами старшего возраста, с кем они обучаются рядом. Вот это все-таки приоритет всех обращений детей. То есть вот это закладки, да, обычные для учебника. И вот здесь как раз указывается номер телефона доверия 8 800 2122. В общем-то, такие плакаты, они должны быть в каждой школе, в каждом учебном заведении для детей. Продолжение следует... Продолжение следует...